Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения. Ещё раз хочу подчеркнуть, хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался. Он и так пытается это сделать, я сейчас чуть попозже об этом скажу, но ничего не получается, надеюсь, ничего не получится, даже уверено в этом, но точно, совершенно воспользовались бы. Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге, но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие, во всяком случае, из них были бы утрачены. И вы этого не допустили. Без всяких сомнений, я уже министру говорил, будет сделано всё для того, чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей. Что касается вот этой группы Вагнер, вы знаете, мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением, потому что действительно они проявляли мужество и героизм. Наши солдаты, офицеры российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей. Проявляли также и героизм, и самопожертвование. Ну и те, кто служил и работал в этой компании Вагнер, пользовался уважением в стране. Между тем, хочу отметить, и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом, содержание всей группы Вагнера полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 22-го года по май 23-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компанию Вагнер 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание 70 миллиардов 384, стимулирующие выплаты 15 миллиардов 877, страховые выплаты 110 миллиардов 179 миллионов. При этом собственник компании «Конкорд» через «Вейнторг» при всём том, что само содержание Вагнера было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» через «Вейнторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. Содержание полностью взяло на себя государство, а часть вот этой всей группы, это компания «Конкорд», в это же самое время заработали 80 миллиардов рублей. Ну, надеюсь, что вот в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем, конечно, с этим совсем разбираться. Ну, когда я говорил о боевой работе, хотел сказать и следующее. Здесь боевые лётчики сидят, которые очень много сделали для того, чтобы эта боевая работа шла у нас на должном уровне. И вот сейчас только дали мне уточнённые сведения. С 4-го, 6-го, то есть с момента начала так называемой контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин 780. А только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние 7 суток потерянник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и работы ваших боевых товарищей. И за это, конечно, тоже отдельные слова благодарности. Безусловно, я уже министру обороны поручал заслуги всех тех, кто принимал участие и в этой части боевой работы, будут оценены государством, имея в виду государственные награды. Но, я уже говорил министру, хочу повторить ещё раз, из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и перспективу, костяк руководства Вооружённых сил Российской Федерации, в том числе, конечно, и в авиационной её части. Вот на этом я бы хотел закончить. И хочу ещё раз вас поблагодарить за то, что вы сделали для России, для страны и для нашего народа. Спасибо. Продолжение следует...